МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационно-развлекательная программа «Калейдоскоп». С наступлением настоящей снежной зимы и приближением Нового года хочется забросить все дела и заниматься украшением дома, выбором подарков и другими приятными мелочами. Мы ни в коем случае не нарушим вашего праздничного настроения, а наоборот постараемся помочь в его создании. В преддверии Нового года прекрасная половина человечества начинает задумываться о праздничных нарядах. Проблем с этим наверняка не возникнет. У тех, кто побывал на показе фестиваля «Окские сезоны», ведь у них была возможность познакомиться с десятками оригинальных моделей, которые представили талантливые рязанские дизайнеры. Фестиваль бытовых услуг и ремесел «Окские сезоны» стал уже традиционным для нашего города. Рязанцы ждут этого яркого события с нетерпением. Ведь для его гостей это возможность познакомиться с мастерами рязанщины, а для участников заявить о себе и своем творчестве. Кроме того, этот фестиваль играет заметную роль в экономической жизни города. Каждый из наших мастеров, который покажет сегодня свои коллекции, это предприниматель, это самостоятельный хозяйствующий субъект, который наполняет бюджет города, который создает рабочие места. Вот, собственно говоря, это влияние его деятельности на экономику. А наша задача ему помочь, наша задача молодым дать дорогу, чтобы их узнавали, чтобы о них говорили. А что касается тех модельеров, которые уже состоялись, открыть им новые горизонты. В этом году фестивалевские сезоны прошел в восьмой раз. Как обычно, он включил в себя несколько мероприятий, самым ярким из которых стал показ новинок фэшн-индустрии. В этот раз для участия в фестивале из Рязани, области и соседних регионов приехало более 40 мастеров, которые представили свои работы в семи номинациях. В коллекцию представляли стиль casual для повседневного ношения, но в то же время хотели порадовать женщин красивыми нарядными вещами, чтобы можно было их носить и потом в повседневной жизни, как и для офиса, так и для праздника. У некоторых есть дресс-код, поэтому необходимо сделать, например, красивое платье, но в выдержанном стиле, например, черно-белое для офиса. Но в то же время это будет смотреться достаточно красиво, элегантно. Поэтому старались, опять-таки, использовали в своей коллекции натуральные ткани, жаккарды, хлопки, трикотажи, и использовали также, украшали их итальянскими кружевами. Какой еще может быть повседневная одежда, показала и дизайнер Ольга Султанова. Кстати, она заняла второе место в номинации casual. Также дизайнер представила яркую коллекцию в стиле нью-стайл. Ко мне подходили жюри и говорят, почему это нью-стайл? Действительно такой вопрос, потому что новый стиль может включать в себя все, что угодно. Для меня это просто новый взгляд на обыденное. Если это рубашечный хлопок, то на нем это безумный современный принт. Если раньше, допустим, кружево использовалось только в белье, то теперь из него полноценное платье вечернее. Ну и все в таком ключе. Еще в рамках модного показа зрители увидели волшебные платья для торжественных случаев, фантазийные модели и множество оригинальных аксессуаров. Вполне возможно, некоторые из гостей именно здесь присмотрели подарок для близких или же увидели тот наряд, который они наденут в новогоднюю ночь. Наш город действительно богат талантами. Так сразу пять художников решили объединиться и представить на суд зрителей довольно необычную экспозицию, в которую вошли разноплановые работы. Небольшую выставочную площадку при уништурбанка смело можно назвать экспериментальной. Сегодня она дает возможность показать не только традиционную живопись, графику, народное искусство, но и то, к чему рязанский зритель пока еще не совсем привык. Работа, представленная на выставке «Пять плюс» как раз из этой категории. Необычные формы, разнообразные техники, смелые цветовые решения. Пять художников, пять различных взглядов на мир, пять историй, рассказанных языком искусства. Впервые на нашей площадке выставляются пять художников, профессионалов, совершенно необычных. Причем многие из них и совершенно реалистичные художники, они потрясающе могут делать портреты. И реставраторы, которые очень много реставрировали фресок наших рязанских храмов. Вот однако же каждый художник проявил себя здесь совершенно с новой, очень интересной стороны. Необычно в этой выставке и то, что в ее центре работы из драгоценных металлов. По своему назначению это украшение, по сути, произведение искусства, уникальное благодаря особенной скульптурной форме. Андрей Чечев, автор этого великолепия, представил здесь работы из нескольких серий, в том числе и серию под названием «Анна Каренина». Почему несколько изделий, объединенные именно этой темой, ведомо только автору. Как минимум надо прочитать Анну Каренина Толстого и подумать на эту тему. Потому что, в общем-то, здесь не прямое исследование текста, а я увидел свою метафору Вани Карениной и, наверное, работал на эту тему. Для каждой излюбленной темы Андрей нашел свои пластические решения. Здесь также можно увидеть работы из серии «По реке времени», «Полетели», «Дорога» и ювелирные изделия, объединенные этническими мотивами. Соседствуют с этим великолепием живописные работы коллег Андрея. Среди них яркие завораживающие цветоритмы Ольги Лобановой и беспредметная живопись Игоря Ситникова. Этого художника долгое время знали как графика, хотя живописью он мечтал заниматься еще со студенческой скамьи. И вот во время проживания на Тайване он вновь взял в руки кисть и начал творить в стиле супрематизма. Здесь художнику важна не столько смысловая нагрузка, сколько игра цвета и плоскостей. Но это не значит, что композиции лишены смысла. По словам Игоря, если им задать определенный ритм, работы приобретают определенные формы, пусть и не всегда узнаваемые. Так вряд ли вы догадаетесь, что на этом полотне изображены Адам и Ева. Первичина, конечно, сама идея была Адама и Евы, и эскиз был сделан именно с человеческими фигурами. Была коричневая фигура мужчины и черные женщины, и сверху образ этого змея или дерева одновременно. Но когда это вот получилось с такой обычной композицией, с фигурами, показалось мне неинтересным и каким-то... Ну, в общем-то, это сюжет формулы. Я его свел просто до последнего минимализма, который только можно было. Представлены здесь и работы Виктора Грушиновицкого, абсолютно не характерные для этого художника, и картины Андрея Наумова, притягивающей к себе зрителей невероятной энергетикой. Они буквально пропитаны отголосками чувств, ощущений и впечатлений художникам. Стены украшают полотна, посвященные летчикам, любви к книгам и впечатлениям Андрея от Парижа. Художник использовал различные техники, сочетал разнообразные материалы, и все для того, чтобы показать зрителю нечто необычное. Бывают разные состояния, разные настроения, бывает, что тут пережил, что тут какое-то событие. То есть как бы в искусстве, как вам сказать, искусство – это отражение нашей жизни. То есть вот пережил что-то человек, ему хочется подручными средствами как-то это своё настроение выразить. Можно маслом писать в классической манере, можно там брать, ну любую манеру можно брать, то есть как человеку удобнее, так он и работает. Все эти работы абсолютно разных людей объединяет одно. При их создании художники были свободны от влияния извне. И не случайно выставка называется «Пять плюс». Она вполне может расшириться и включить такие же свободные работы других художников. Длинными зимними вечерами в преддверии самого чудесного праздника так приятно собраться всей семьёй, достать из старинного сундука шали, скатерти, салфетки, которые некогда создавали наши бабушки и прабабушки. И возможно попробовать сделать нечто похожее. Ведь именно таким образом наши предки проводили своё время и наверняка были счастливы, украшая свой дом своими руками. Достать из бабушкиных сундучков вышитые полотенца, тонкую паутину кружева, изящные шали накануне праздничных дней решили педагоги Дворца детского творчества. По их словам, они уже давно мечтали показать всему городу старинные работы, которые передаются в их семьях от одного поколения к другому. И вот это произошло. На протяжении нескольких недель в отделе искусств в библиотеке имени Сергея Есенина работала выставка, знакомящая рязанцев с традиционными видами декоративно-прикладного искусства и уникальными старинными схемами вышивки и кружевоплетения. Дело в том, что работы дышат эти теплом. Они очень характерны вообще для русской традиционной семейной культуры. Ведь годами бабушки обучали своих внучек, передавали им ремесло определенное. Кроме того, и мамы активно занимались этим. Вот и моя бабушка, здесь представлены ее работы, Каширина Мария Даниловна, по мужу Ерохина, очень всегда активно занималась рукоделием. Она, кстати, меня в детстве приучала к рукоделию. Она научила меня вязать, она учила меня вышивать и даже штопать. Поэтому, наверное, и генетически это заложено во мне. И интерес такой к декоративному прикладному творчеству. Идея организации этой выставки принадлежала второму педагогу Наталье Горбатовой. Ее склонность к рукоделию также передалась ей от бабушки. У меня крестьянские корни. Бабушка у меня из деревни. Зовут ее Пирогова Мария Егоровна. Большая семья крестьянская. У нее было три сестры, два брата. И всех девочек с детства приучали к рукоделию. Она рассказывала, как ее учили прясть уже лет в пять, в шесть, вязать. Кстати, я научилась вязать тоже в пять лет. Я бегала за бабушкой и говорила, научи меня, я тоже хочу. Она меня учила прясть, но я не помню этого уже, ничего не сохранилось. Но всегда вот этот интерес, эта тяга была. Неудивительно, что и Наталья Горбатова, и Лада Горнова в итоге стали педагогами. И сегодня они не только сами продолжают заниматься рукоделием, осваивая в том числе и новые техники, но и обучают этому мастерству детей. В день съемок специально для нас они принесли свои работы, которые не уступают по красоте и утонченности работам их бабушек. И, скорее всего, они также будут передаваться в их семьях из поколения в поколение и бережно храниться их потомками. Уже довольно долгое время в нашем городе работает школа рока. Обучаются в ней и дети, и взрослые по самым разнообразным направлениям. Это и ораторское искусство, и танцы, и музыка, и, конечно же, вокал. На днях в одном из рязанских кафе прошел концерт, на котором ученики школы рока исполнили популярные песни прошлых лет. Диана Чеснокова в школе рока занимается всего лишь сентября этого года, однако сегодня уже далеко не первое выступление в ее творческой карьере. Но вот в тандеме с профессиональными именитыми музыкантами воспитанники школы на концерте «Назад в прошлое», пожалуй, выступили впервые. Все правильно, в канун новогодних праздников мечты должны сбываться. И помог в этом один из преподавателей школы рока, довольно известный в нашем городе музыкант Константин Панкратов. Естественно, я посмотрел, что там, по каким номинациям, что там преподают, чем дети занимаются. Мне понравилась общая составляющая. Я решил провести вот в своем родном кафе «Фонтан», в котором я провожу разные концерты. Ну, просто вывести, так сказать, школу в люди и сделать детям приятное. Для этого концерта решили выбрать известные всеми любимые хиты как зарубежных исполнителей, так и звезд российской эстрады. Выступали на концерте не только ученики школы рока, но и сами преподаватели. И вместе со зрителями они совершили невероятное путешествие в музыкальное прошлое и смогли создать по-настоящему праздничную атмосферу. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. Встретимся ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин